у них наверное эти кубики магии закончились там надо немножко добавить для вкуса чтобы дело чтобы 20 всяких жалоб заявление подправлял вот он себе и забрал дело очень по рукам пошло дело уже больше месяца ждем там наверно что-то не подшито там подшивает невидимой ручкой подписываешь прошита пронумерованы невидимой печать что нервничка карту колодка ручь собирают опять прибита да он как замечательно простит дело продолжается об уголовной ответственности предупрежден а кем предупрежден как тут написано предупрежден в прошедшем времени предупредить сначала потом я распишусь вы отказываетесь отказываетесь у меня слышите но он лишь чуть приседатель идти благодарствую за честный ответ молчание это честно а восхождение новый порядок отлично а кто предупредил не написано сам себя предупреждают а кто предупреждает а кто предупреждает отказались подписать дело опять что прибили за степлером первой странице пробивать а куда вы понесли мою бумагу а куда вы носите дело это уже месяц ждем признаки мошенничества посмотрю дело взяли унесли тетю переварилась точно сгорела на плите прошло три часа а дела все нет а сколько можно ждать уже месяц жду не знаю что делать придется знакомить ну что познакомить и я уже месяц жду не готов рецепт забыть может чем-то помочь ура вот может ознакомиться материалом дел а подтвердить можете свою полномочию молчите значит нет никаких полномочий чу за новые порядки все в порядке не два года назад шерстабитов тоже убеждал что не техническая возможность в итоге предоставил все в порядке ничего не испорчено сейчас заново будете да перепрошивать ознакомили целом месяца него готовили 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 в итоге приготовили ну я тебе вкратце хочу в это в курс дела вести чё там было такую бумажку короче нарисовал сначала нет я говорю я пришел говорю хочу знакомиться говорят дело у председателя и такую опа а чё это на у него делает такой думаю а потом вспомнил я жму в пятницу там кучу всяких жалоб нафигачил и и каждый день короче на ознакомление ознакомление он видать заинтересовался что там такое потом смотрю это начальница отдела взяла дело короче убежала туда наверх а ну я им эту бумажку заполнил все она взяла взяла дело убежала наверх хожу хожу там уже полчаса короче на все про все меня два с половиной часа ушло вот это знаешь вот это как раз надо как раз про это фильме снимать что вот ради того чтобы унизить человека ради того чтобы заставить его сидеть вот они готовы пойти на различные ухищрения они занимаются не судебным про это не организации производства а значит издевательством от гражданина ну ладно мы конечно от этого удовольствие получаем но только люди должны знать что дефективность вот этой системы заключается в ее руководители в конкретно в кузнецове да этому надо умножить на два человека то что мы вдвоем ездили то есть пять часов времени отнята на пустую ради того чтобы тебе ознакомиться это нужно буквально десять-пятнадцать минут а он удовольствие получает от того что глумится над тобой кузнецов то надо об этом и говорить он ребятки он получает от этого удовольствие он властью наслаждается я так понял они там втроем бурлуцкий начальник отдела сторожева и сам приседатель короче они там втроем решали чё-чё надо поместить сделать что не надо ты заснял все это все эти диалоги так и скажи триллер окажется триллер у нас это мы фактически схватили за сконтакт за занятием при которого не и делают перетаскивать мы как раз мы об этом давно уже говорил что значит материалы дела тасуются как им полезно может и будут могут быть изъяты могут быть добавлены так что уважаемые граждане города сургута будьте аккуратны с этими друзьями вот у кузнецова может все что угодно быть ну и сторожева под видео я говорю говорю а это а кто там предупредил то вообще меня об ответственности я вас предупреждаю я говорю отлично вы на словах приду это сказали а теперь будьте добры то же самое только письменное вот здесь вот распишитесь она отказалась почему не поясняет руководитель отдела гражданского судопроизводства в ее должностные обязанности не входит предупреждать об уголовной ответственности но я не успел ее об этом спросить а вот секретаря спросил который я говорю так напишите тут письменно кто предупреждает он он короче тоже есть он тоже не стал вы что не знаете 161 статью все сделки между юридическими и физическими лицами осуществляется только в письменной форме вот вы сказали что вы меня предупредили да это вы сказали а я откажусь и что вы будете делать вы же не сможете доказать что у меня предупредили так виктор это это в этом в процессуальном праве в законодательстве в правовом поле в письменном виде а на стрелке в бандите в бандитском мире все решается на словах понятно как они как раз на словах они же как раз они перемещаются туда к словам ближе согласен антон мы как раз и говорим что если кто-то думает что судебная система это как раз система власти народной государственной нет и захватили давно уже захватили отъявлены захватили те кто кого близко подпускать к осуществлению правосудия нельзя вот они все там сегодня хорошо давай документы мне давай ролик делай скидывай посмотрим что там за ну давай антон рад тебя слушать добро давай благодарство поехали здравствуйте знакомиться с материалом дело без паспорта никак под принуждением под ваш ответственность без обороты на не хотят знакомить не знакомит уже больше истины вот такой у нас самый гуманный да в канцелярии сначала здравствуйте вам или сюда вот это вам а это мне с отметкой ну как рассмотрел благодарство до свидания здравствуйте я знакомиться с материалом дело туда сходить позвоню а чё она мне делает заинтересовался жду я жму в пятницу это штук семь всяких этих жалоб на фигач через газ правосудия и на и на председателя и на их мало отправила везде в прокуратуру и сообщение совершено преступление что штук 20 всяких этих жалоб заявление под отправлю вот он себе и забрал дело михалова долго ждать уже больше месяца ждем минимум 50 они подожди это делал же брусского там вот такой вот там там за 300 уже оговорила у приседателя а там это сторожево екатерина владимировна сидит начальник гражданского судопроизводства очень по рукам пошло дело а 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Нина Михайловна, может я к приседателю? Я вам что сделаю? Вам же сказали. Ожидайте. Так если дело у приседателя, может я к нему сразу скажу? Динар Ахмедвиновна пошла. Ожидайте. А, то есть сюда принесу, да? Добро. Опять что-то нервничаю. Я не знал, что она пошла. Она пошла. Только я откуда знаю, куда она пошла. Может она в туалет пошла? Я не знал. Там походу Бурлузский затрудняется определить, какие бумаги нужно в дело запихивать, а какие не нужно. Геннадий Анатольевич, наверное, решил помочь определить. Сейчас они там это. Карту колод, короче, собирает. Есть же игра, как она называется? Карточная. Там нужно собрать свою колоду. Вот они колоду собирают в виде дела. Там уже два тома. А вы, простите? Вы кто у нас? Мне по доверенности. Доверенность, пожалуйста. Это со мной. Со мной. Доверенность где? У него. Что знаете? Паспорт, пожалуйста. И заявление. Да ты можешь поприсутствовать в этом коридоре. Это у нас справишься. Ну, а дверь открытая, что? Вот, один шайка здесь. Так, это что такое? Это ясно, да? Это ясно. Это что, опять прибито, да? Пока не ознакомился, пока не пришла. Так, это повторное кодотайство. Это что, день 22-й. А, это первично. Да, это ваше привлечение. Первично нет, подшито. Это вы же привлезли. Затеи я все расписался. Вот первичное, то есть, с которым меня еще не ознакомились. Вот с 22-го прелесть меня не ознакомились с материалами дела. Здравствуйте. Здравствуйте. А это что, день 7-й. А, ну это вот, да, подшито. А что, второй том уже, да? О, как замечательно. Растет дело. Размножается. Так, ничего. Нет, пожалуйста, подпишите. А, тут написано об уголовной ответственности по части 1-294 УКРФ. Предупрежден. А кем предупрежден? Нина Михайловна. Считайте. Так тут не написано, ни кем. Кто-то может расписаться, что он меня предупредил? Распишите, пожалуйста. Что? Ну вот здесь распишите, что вы меня предупредили об уголовной ответственности. Сначала вы расписывайтесь, что вы предупреждены об уголовной ответственности. А потом расписывайтесь, что он вам выдал дело. Так, тут написано предупрежден в прошедшем времени. Предупредите сначала, потом я распишусь. Вы подписывайтесь. Вы отказываетесь? Вы подписываете. Вы отказываетесь? Я вам вопрос задала. Нет, я буду подписываться. Подписывайте. Я буду? Подписывайте. Так я должен сначала, вот что тут написано, предупрежден в прошедшем времени. Предупредите, пожалуйста. Отказываетесь? Нина Михайловна. Будьте добры, напишите вот здесь фамилию, имя отчество, должность. Не будете? Нина Михайловна. Вы меня слышите? Гнор? Полнейший. Что, к председателю идти? Благодарствую за честный ответ. Молчание – это честный ответ. Вот это единственные ваши честные ответы, молчание. Я вынужден идти к председателю, чтобы хотя бы он расписался. Ну, естественно, к начальнику записывал. Благодарствую. Не убирайте дебюки. Здравствуйте. Вам можно? Подскажите, вот тут мне опять подфовывают вот эту бумажку. А вот каждый день новый порядок. По списку вы заполняете и заканчаете материалы. Я с удовольствием распишусь, если здесь кто-то, вот тут написано предупрежден о уголовной ответственности. Предупрежден об уголовной ответственности, чтобы вы должны расписаться и указать, кто сообщается. Отлично. А кто предупредил? Мне написано. Я в расписке предупреждаю об уголовной ответственности. Сам себя предупреждаю. Вы будете заполнять? Конечно буду. Мне просто разъяснения нужны. Если меня кто-то предупреждает, то пускай здесь распишутся. Вас предупреждают о уголовной ответственности за порчу тела. А кто предупреждает? Не черкать в деле, ничего, не рвать. А кто предупреждает? Я вам сейчас разъясняю. Вот вы на словах разъясняете? Будьте добры, письменно это уже самое. Вы не согласны заполнять? Я согласен, я хочу заполнить. Заполняйте. Так вы на словах предупредили, будьте добры, напишите. Я не буду ничего писать. Но такая форма, вы хотите заполнять, не заполняйте. То есть вы отказываетесь подписывать? Отказываетесь подписывать. Благодарство. Вот теперь, если ясно, отказались подписывать. Все, начальник отказался. Все, знакомились? Или опять какие-то препятствия? Дело, опять что-то прибили. А вот это разве не является порчей? Ну, это дело. То, что вы с степлером первую страницу пробиваете. А куда вы понесли мою бумагу? Так, что тут у нас? Второй том образовался, да? Так, чисто визуально могу посмотреть? Или тоже нельзя трогать? Ну, вообще, нам еще не разрешили. А, да уро. Тогда не трогаю. Как думаете, когда-нибудь разрешат? Честный ответ. Что тогда, в коридоре подождем? Чтобы вас не отвлекать. Ну, что, Динар? Ну, пидайте, пожалуйста. Человеку. А куда вы носите, Динар? А как же моя расписка? Будет. Будет? Здравствуйте. Привет. Екатерина Владимировна. Там какое решение принято? Ознакомят? Ознакомят? Хорошо, не ждите, ждайте. Так уже месяц ждем. 22 апреля там написано первого балета. Воль Зелень на знакомление. Сколько можно задать? Благодарствую за честное пиво. Молчание – это единственное честное пиво. Че проблема? Да возьми нас такой. Ни в какую не хотят. Кубики Магии закончились. Там надо немножко добавить для вкуса. Чтобы дело приготовить. Лапша закончилась. Лапша закончилась? Да. Слишком большие в уши стали у народа. Лапши уже не хватает. Слушай, какой там это, признаки мошенничества усматриваю. Расписку получили. Дело взяли, унесли. И че такое? Сейчас они скажут, что дело потерялось. Тю-тю. Или переварилось. Да, о, переварилось точно. Сгорело на плите. Готовили, готовили. Не досмотрели. Там, по ходу, у этого, у председателя консилиум целый. Мне что-то издевательство. У меня еще дело так-то есть. Ехать надо, а не между задержанными. Конечно. А там, видел сколько? Два тома. 450 страниц фотографировать. Это же еще время надо, чтобы все это на видео заснять. Так что, может, к Кузнецову сходить? Ну, сейчас она же там торчит. Сейчас пусть выйдет. Так а че она туда дело-то понесла? Не понимается. Сам Кузнецов знакомится с материалами девушек? Бурлузские знакомятся? Кузнецов знакомятся? Они все, короче, знакомятся. Че там такое он хочет посмотреть-то? Ебай. Целый месяц мне это не могут предоставить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Прошло три часа. Ну, обычно так говорят. Прошло три часа. А дела все нет. Такое интересное дело, да? Че там такое зашито-то? А, она, наверное, пошла это за резолюцией. Бурлутского. Он же резолюцию должен наложить. Ознакомить. А он может быть в процессе, понимаешь? У него может быть там беседа. Че там, резолюция че, печать там или че? Нет, просто от руки пишет. Ознакомить. И за корючку свою. Какое он должен резолюцию ставить, если она принесла и все, он готов был отдать? Ну, по идее, она должна была вот эту бумажку только отнести к нему, чтобы он резолюцию наложил. А надо, я понял, все дело понесло. Зачем? О чем дело? О чем дело? Резолюцию не хочешь накладывать? Наверное, только в присутствии Бурлутского ознакомят с материалами дела. Здравствуйте. У вас можно, да, ознакомиться? Здравствуйте. Ознакомиться с материалами можно? Ну, подождите, сейчас Игорь Викторович там пообщается с шипом подробно, как сознательно. А сколько можно ждать? Уже месяц ждут. Ну, я не знаю. Дело у него сейчас почти день. То есть вы же туда покажали. Не там? Нет, дело у него. Ага. Я уже не знаю, что думать. Может, у вас эти, кубики, эти, бульонные кубики закончились? Что-то вы готовите, готовите, делаете, все никак. Уже цел месяц не можете приготовить. Я не понимаю. В чем проблема? Может, он подгорает у вас плечо. Игорь Викторович на телефоне. С кем-то разговаривает. Не знаю, консультируйся, наверное, с кем. Вижу, они там втроем закрылись, сейчас у них там совещание. Еще Татьяна Владимировна там была. Не знаю, что делать. Придется знакомить. Уже пять бумаг написано. Сколько еще можно писать? Шесть даже. Ко мне не важно. Больше, чем месяца назад. Ну что, познакомите? Да, знакомь, можешь, чтобы опять порождать? Так я уже месяц жду. Пять минут туда, пять минут обратно. Ничего не решает. Но обратно невозможно, туда, конечно. Вперед ждем. Здравствуйте. Игорь Викторович. Я с делом-то ознакомил? Ознакомил. Благодарствую. Вы нашим делом, да, занимаетесь? Да, нашим. Готовы? Угу. Добро. Не готов. Нет. Рецепт забыл. Все. К ознакомлению делаю готов. Если хочешь обратить внимание человека на себя, называй его имя. В первую очередь. А потом сам соброс говорит. Может, чем-то помочь? Я-то много чего знаю. И протокол лучше вас составляет. Вместо 11, 32 страниц. Все дословно, добуквенно. Вот где надо работать. И спортзал, и интеллект будешь развивать. Немножко. Проходите. Ура. Так, два дома гражданское дело, 44, 39. Я-то, например, устно предупреждаю вас о любом ответственности за статья 294, точка 5. Устно? Да. А вот тут не хотите свою роспись оставить, что письменно предупредили? Нет? Можете ознакомиться. Как вас зовут, Рашид? Рашид. Напомните, как вас зовут? Рашид. Рашид. То есть, выходите письменно, да, расписаться? Вот, можете ознакомиться с материалом дела. А это что? Это как в дело пойдет? Алло. Да? Да. Здравствуйте, шут. Беспециально. Да. Отправляем им по адресу. Ну, здесь пробито. Это уже было. А ваша полномочия вообще входит предупреждать обогованные ответственности? Да, я работник аппарата суда. Да? Да. А можете показать должностную инструкцию? А вы сотрудник аппарата суда? Да. А подтвердить можете свою полномочию? Обязаны. Обязаны. Статья Конституции 24.2. Все, что касается прав и свобод, обязаны ознакомить. Вы вот это. Ограничите меня в правах на ознакомление с материалами дела. Так что будьте добры, ознакомьтесь. В процессе его ознакомления. Нет, так вы говорите, что вы уполномоченные предупреждаете об уголовной ответственности. Так будьте добры, подтвердите свои полномочия и личность. Молчите? Значит, нет никаких полномочий. И личность вы не только под маской прячете, но и документально. На какой ответственности может идти лечь? А что вы теперь все время тогда будете под расписку ознакомить? Опять молчите? Я вам доступ к материалам дела, как и стало. В процессе ознакомления, вот, в принципе, я вас путешествую, используюсь. Ознакомьтесь. Можно без презентации напитать меня от работы? Угу. Спасибо. Ну, разъясняйте, это тоже ваша работа? Так что я не отвлекаю вас от вашей работы. Мой протокол приобщили. Помочь не хочешь? Нет? Ознакомились, да, с первым-то? С первым, да. Проверяйте. В порядке нет? Я буду проверять сейчас. Я же при вас ознакомился. Ничего не делал. Рашид, для чего эта процедура? Я никогда ничего не портил. Что за новые порядки-то дейт? Зачем это все? У вас что, документ какой-то пропал или что? Что случилось-то? Нет, мы обязаны по инструкции после ознакомления с материалом. Да какая инструкция? 50 раз ознакомился, не было никакой инструкции. Тут, бац, появилась какая-то инструкция. Или вспомнили, что закон есть? Что департамент судебный есть? Что инструкция есть? Что с помощью инструкции можно хоть как-то попрепятствовать ознакомлению с материалом дела? Нет, он не попрепятствует. Может, дальше ознакомлюсь с материалом дела? Благодарствую. Канцелярия ознакомит с делом дать ответ в разъяснительного характера о том, что техническая возможность предоставления доступа к материалам дела в системе ГАЗ-правосудия отсутствует? Как это отсутствует, если мне доступ к четырем делам предоставили? Как это отсутствует? Опять судебный департамент заводить? Дать ответ в электронном виде. Так, 11 мая. То есть, спустя 20 дней он наконец-то принял решение. И что, ответ предоставлен в электронном виде? Не знаете? А я знаю, не предоставлен. Мне два года назад Черцебетов тоже убеждал, что нет технической возможности. В итоге предоставил. Правда, пришлось 81 звонок за один день сделать в прямом эфире на весь мир. Чтобы показать, как вы работаете. В итоге предоставили доступ. Нам придется еще один прямой эфир делать. Все, второй Том тоже ознакомился. Значит, мы будем. Давайте. Все в порядке? Вы там будете расписываться? Да. Давайте. Чтобы я тут тоже поприсутствовал. Все в порядке. Ничего не испорчено. Никакой ответственности по уголовке не требуется. Напишите вот здесь. Все, 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 секунду. Чего написать? Вот здесь? Да. Так мы же с вами заполняли вот эту бумагу. Вот здесь и надо написать. И вы напишите, что все в порядке. Логично? Дополнили? Что тут написано? Так. Секретарь выдал такой-то мною на должность. Вышенное дело. Принятое проверено его состояние. В том числе наличие в нем всех приобщенных документов. Так. Дело. Подпись возвращено. Претензий нет. Напишите, пожалуйста. А? Ну а что, вы потом возьмете, допишите, что типа испорчены листы, дело там 5, 7, 8, 9. Допишите. Это что такое? Это извлечение вис. Сделать мы, потому что дело возвращено соответствующими инструкциями. Так, ну вы хотя бы на словах скажите, что претензий не имеете. Я не обязан поговорить. Не обязан? Дело в порядке? Повреждения есть? Повреждения нет. А? Я вам уже ответил заполнять заявление. Так вы в маске, я не слышу, что вы говорите. Я вам уже все ответил. Повреждения есть или нет? Я вам ответил уже. Я дело принял, дело возвращено. Соответственно, отметку заявления сделал. И что, здесь писать, да? Здесь писать? Да, напишите, что ознакомились. Вот здесь тихо, у вас дела-то прошито, прошито. Росписи-то вашей нету, правда, что отвечайте за прошивку. А если кто-нибудь листок говорит, то кто будет отвечать? Все, расписка ваша. Точнее, уведомления. Сейчас заново будете, да? Перепрошивать. Вот это не забудьте. Благодарствую. Благодарствую. До свидания. До свидания. Ну и зачем весь этот цирк, тот же Бог? Ты можешь понять? И мне выгодно, чтобы мои протоколы, полностью все слова, которые вы звучали за ходе заседания, попали в апелляцию. До свидания. Ознакомили? Благодарствую. Да, да. Ознакомился с материалами дела, в итоге целый месяц они его готовили, 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 в итоге приготовили. Дело было сначала у председателя, потом Екатерина Владимировна, тоже его взяла, потом секретарь его туда-сюда носили, носили, в итоге принесли Бурловскому к секретарям. Секретари ознакомились с материалами дела. Ну, со слов секретаря, все в порядке, сделан. Никто его не портал, никто ее там не разрисовал. Все нормально. Следите за новостями. Благодарствую. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok